Обстановка напряженная, как перед экзаменом. Школьники Ярославля и области могут в последний раз перед игрой заглянуть в конспекты. В полуфинал в этом году вышло сразу пятеро десятиклассников 43-й школы. Ребята говорят, во время большой подготовки соседа по парке назвать соперником было сложно. Спасибо новой школе за предоставленные занятия, на которых мы почувствовали себя единой командой. Мы не боимся никого как противников и не воспринимаем так никого. Мы все одна большая команда. Из Тутаева в этом году всего одна участница, прошедшая в полуфинал Вероника Чичикина. Девушка отмечает, прочитав большой список краеведческой литературы, сможет блеснуть знаниями не только на телевизионной олимпиаде. Теперь я действительно хорошо знаю свой край. Могу рассказать что-либо приезжему человеку. Действительно интересные какие-то вещи. И я знаю о людях, которые сделали этот край именно таким, каким он сейчас является. Не просто сухие факты, а какие-то легенды, что-то такое интересное из жизни города. Жюри – педагоги, журналисты, культурологи. Они уверены, телевизионная олимпиада – это не только возможность выйти за рамки школьной программы. Упражнения интеллектуальные, изучение научной литературы. Упражнения, собственно, на коммуникацию, общение. То есть они проходят очень серьезную подготовку за те полгода, что участвуют в проекте. И поэтому, конечно, даже если человек пришел сюда, ну еще не вполне, так сказать, зрелым и уверенным в себе, то за время участия в проекте он приобретает эти компетенции. Заслуженный учитель России и бессменный ведущий региональной олимпиады школьников Михаил Ненковский отмечает, иногда для победы кому-то не хватает нескольких баллов. Игра «Умники» и «Умницы Ярославии» позволяет выявить лучших из лучших. Не только тех, кто проштудировал книги, но и тех, кто не испугался и не спасовал перед трудностями. Каждый раз они приятно радуют, они всегда разные, всегда очень интересные. Ну, на самом деле, когда начинаем играть, когда первые игры, конечно, ребята очень разные. Потом как-то все, так сказать, подтягиваются, выявляются явные лидеры. И, в общем, каждый год те, кто вот в полуфинале, в финале, они нас действительно радуют. Это ребята, с которыми мы связываем самые лучшие надежды. Ну, а кто из этих школьников в итоге полуфинальных игр стал победителем и прошел финал, телезрители первого Ярославского в эфире увидят уже с 13 марта. Мы покажем самых умных и талантливых школьников региона. Ольга Преснухина, Георгий Иванов. День в событиях.